Здравствуйте! У нас масленичная неделя, и я сейчас представлю вам гостя, который вас научит правильно печь вкусные масленичные блины, поднимать настроение себе и окружающим, и вообще задаст жару на всю оставшуюся масленичную неделю. Итак, у нас в гостях Андрей Саламатов, артист оригинального жанра. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну что, я так поняла, что вы прямо сейчас здесь будете печь блины? Да, вот я хочу вас удивить, это вот морковочка, мы этой морковочкой прямо будем смачивать маслом. Да, действительно, удивили. Вот хозяйкам на заметку, первый раз вижу сама и попробую. Тогда вам вопрос, если у меня нет морковки, то чем мне смазывать? Вот какие-то есть кисточки, сало, кусочек сала. Картошка, если нет картошки, чем мне смачивать еще? Тряпочкой. Огурцом! Любыми овощами это натуральный продукт. И самое главное, да, я здесь замесил тесто специальное. Вы сейчас потрясите его, чтобы разбить комочки, потому что прямо сейчас мы будем, да... Ой, надеюсь, я на себя не выплесну, у вас хорошо закрыто? Очень. Дважды проверил. А то будет смешно. Итак, сейчас мы в левую руку берем, потому что у нас по сердцу, по сердцу. Выливаем центр, и вот такая скалочка у нас делает вот такой блинчик. Раскатывает. Да, раскатывает прямо такой вот блинчик. А я думаю, где же сковорода? Вот она здесь и есть. Как раз это и сковорода все вместе, три в одном. Но вы удивитесь, потому что в этом тесте нету молока, яиц и сахара. Так, а какой же состав? Что здесь? Муку вижу. Это секретный состав, дошедший до нас, да, от далеких предков. И этим, в общем, рецептом я балую всех. Но самый главный плюс этого рецепта то, что я добавляю в эти блины экзотические начинки, которые сейчас находятся на моем столе. Ага, понятно. Пока готовится блинчик. Мы выпьем кваску. Да, да. Скажите, пожалуйста, что это за квас? Дело в том, что все эти графины, это дело рук моих, моего творчества. Я вналил в них квас, который делаю сам. Из чего? Вот конкретно тот, который вы сейчас попробуете, вот, это квас из китайского чая. Ой. Да, да и заодно и я. Напьюсь квасу. Пожалуйста, это я сейчас вас научу сербать. Пока готовится блинчик, нужно помешать немножко квас, чуть-чуть, да, шумно захлебнуть. Смотрите, как я делаю это. Теперь вы. Надеюсь, получится. Я думаю, да. Правильно. Все так пили в наше время, когда пили чай. Объясняю, сербать это шумно захлебывать, чтобы вкус кваса доходил по щекам и перемешивался с воздухом. Сейчас не ставьте бокальчик, я сейчас вам сделаю микс из четырех видов. Это желуди, желуди 100-летнего дуба. Это у нас сокандаля, редкостная травка из Алтая. А вот теперь попробуйте, да. Тоже шумно? Сербать, да, сербать, сербать. И пока мы вместе с вами сербаем, шумно, вы не сербаете. Ой, 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 сейчас. У вас получается. Ой. Да. Тем временем я переворачиваю блинчик. И первая стадия у нас готова. Красивый, красивый, да. Во второй стадии я объяснил, что у нас соль, вода и мука. Мы добавляем немножко экзотического сыра с благородной плесенью. Ого. Да, посмотрите. Прямо щедро мы так кладем. Да, да, да. За счет того, что у нас такая хорошая температурка, мы дождемся, пока сыр порасплавится, а тем временем я тянусь за... Зачем? За медом. За медом. Это правильное сочетание будет? Кроме того, для хозяек, которые будут паститься в какое-то время, в ближайшее время, вы можете заменять эти сыры вареньем. С шоколадом. Так. Можете делать какие-то фруктовые миксы. Вы можете делать все, что угодно, если нет животной пищи. Итак, я сейчас еще добавлю еще немножко меда. Перед постом мне рекомендуют мясной фарш, блины, да, правильно я поняла? Так, точно. Поэтому экспериментируем. Вот давайте вы мне тоже помогайте, а я пока займусь прямыми обязанностями и сделаю эти перчатки. Вот видите, ввели женщину в курс. Сейчас посмотрим, кто из нас хозяйка. Нет, я уже испортила, уронила мед на поворотку. Уронила мишку на пол. Да, это как раз вот. Тише, Танечка, не плачь, это про меня даже. Это песня. Так, что у нас все готово. Теперь я прошу, пожалуйста, мед. Мед мы также развозим по блинчику. Теперь мы откладываем наш ножик. Так. Откладываем сюда. А у нас нет для блина большой тарелки. У нас есть хорошая тарелочка, да. Первая тарелочка, вторая тарелочка. Сейчас я поворачиваю таким образом, видите, он уже, он уже готов. Да, почему? Теперь нужно его переложить и дать немножко время остыть. Ну, конечно. Правильно. Вот. Хотел бы сказать, что этот рецепт получит каждый, кто придет на... А, секрет, секрет вот этого рецепта. Да, секрет блина, да. Мы распечатываем этот секрет, рецепт этого блина на бумажечке. Если вы принесете свой фотоаппарат, у вас будет возможность отснять этот рецепт не только блина, но этого чудного авторского кваса. Замечательно. Так что мы всех приглашаем на Масленицу, на празднование. Какого числа, что, где это будет, во второй части программы Наталья Николаевна расскажет, которая следующий гостья к нам придет. Вот. То есть, секрет вот такого замечательного блина, в котором нет ни масла, ни яиц, ни молока, ни яиц, ни сахара. Ни сахара, удивительно. Ну что, встряснем еще раз? Давайте. Давайте. А пока блинчик остывает, я доверю вам сделать это самой. Нет, я вам все испорчу. Да-да-да, я верю в вас, я вас верю. Так, это влевую, это вправую, да. У меня никогда... Сейчас, смотрите, как будто вы шваброй вытираете, выливаете, я вам скажу, когда. Леете больше, 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 больше. Хорош! А теперь размазывайте. Да, да, сейчас это... Да, вы можете даже загадать желание, потому что это делаете вы первый раз. Ой, 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 точно, загадала. Ну, наши все. Так, 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 так. Некоторые умельцы, я хотел сказать по отпеченному рисунку, гадают по блинам. Так что, если вы загадаете желание до того, как вылить, ну, приготовленное тесто, вы можете из рисунка прочитать какое-то знамение, которое, ну, подразумевает ответ на ваш вопрос, который вы не озвучили вслух. Ну, что, я думаю, вы сделали, да, это дело. Ну, что, я предлагаю сворачивать. И сейчас мы с вами отведаем чудо-блин без молока, яиц и сахара. По-честному, половина вам, а половина мне. Ой, спасибо, конечно, сейчас обязательно попробуем, потому что это уникально. И тоже загадай желание на всякий случай, потому что первый раз пробую такие блины. Да. Кстати, мне много раз говорили, спрашивали, правильно ли выражение «первый блин комом». Да. Вот мой, наверное. Честно говоря, это выражение относится к спящему медведю. И говорилось оно когда-то в народе «первый блин не комом, а кому». Представляете, это время, когда медведи выходят из спячки, из комы. И они голодные, вылазят на поверхность, да, из своей берлоги. И люди деревенские, чтобы как бы задобрить хозяина леса, оставляли ему блинчики просанных хотя бы на первый раз. Ну, что хочу сказать, очень оригинальный вкус. Так. Ну, сыр, конечно, с медом. Сыр с медом вы пробуете первый раз. Первый раз. Стоит попробовать, хочу сказать. Ладно. Я тоже попробую. Ммм, интересно сочетание. Еще, если вы добавите... Квас? Запить. Виноград и грецкие орехи, то это... Это уже начинкой. Да, да, да. Это будет гурманом. Ой, замечательно, действительно. Консистенция. Как у настоящего блина, где вот все эти традиционные ингредиенты. Но своеобразный вкус. Да. Хочу сказать, что какое-то время я путешествовал по фестивалям, но вместо этих плиток у меня были блиницы на газовой горелке. То есть у меня было шесть газовых горелок. Я за минуту делал один, за минуту делал шесть блинов. И однажды случилось чудо. Вы сделали восемь? Которое позволило мне развить эту тему до абсурда. Однажды я сковородка, горелка, я подбрасывал блин, и этот блин залетел на дерево, потому что ветер поднес его и повесил на ветку. И в следующий момент, когда покупатель приходил, говорил, что это за блин у вас висит, я говорю, вы думаете, я их готовлю? Нет, это первое блинное дерево. Я жду, когда плоды созреют, опадут. Я их просто разогреваю. Я сделал это все в шутку. Потом подумал, торговли нету. А почему бы нет? А почему бы да? Я забросил все свои блины, которые не продал на это дерево. Это дерево было как елка, все в блинах. Прошел вечер, и на утро я не досчитался всех этих блинов на дереве. Кто-то славно позавтракал. Ну вот, постарались. Я так смотрю, у нас как рояль в кустах стоит у вас балалайка. Вы еще, кроме того, что блины печете, еще играете, поете? Да, я сейчас делаю на минимальное. Да. На минимальное. Я думаю, что нужно... Позволяю себе еще немножко сыра. С сыра, с плесенью. Да, благородной плесенью. Да, благородной. У нас аналогия с французским вином. Квас, потому что так же вот, может, без громкого шума, но его пробуют. И плюс блины с сыром. Я хотел сказать еще очень важное. На масленицу это традиционно народное блюдо. Это блин, а что народное питье. Что у нас обычно на ярмарках разносили торговцы? Чай, нет? Варианты еще какие есть. Морс? Я точно знаю, что этот напиток был горячий. И назывался он кислое щи. Ого! Да. Кислое щи, щербет, сурья, сбитень и квас. А откуда вы все, Андрей, все это знаете? Я просто изучаю народные традиции. И в этот раз на ярмарке будет очень интересно, потому что мы попросили своих друзей из Ватаги. Они перевоплотились из ремесленников в корабейники. И стало интересно продавать свой товар не просто так, как бы о чем-то рассказывая, а именно в стихотворной форме рассказать о том, как прекрасен блин. Вот она, вот она, только что сработана, подходи, не скупись, покупай живопись. Да, блин. Да, да. Именно так. Блин, блин, не комом, не дойду до дома. Точно, вы знаете, это была первая попытка, да, но я думаю... Дальше можно поработать еще над ней. Да, ну что ж, я вот, например, очень хочу, тут есть музыкальные народные инструменты, послушать, как вы играете и поете, и, может быть, даже подыграть. Уж не знаю насчет подпеть, но так как много инструментов, попробую вам даже и подыграть. Подыграйте, давайте. Тогда я заканчиваю это все делать. Да. Снимай перчаточки. Хорошо. Теперь объясняю, что на этом столе у вас находятся инструменты, у которых название шейкер, бобенцы, маракасы, рубель. А я, с вашего разрешения, вы выбираете свой инструмент, и тот музыкант, который играет на шумовых инструментах, тоже перкуссионист. А я тогда беру свою балалайку, да, отпиваю своего любимого молодецкого кваса, нужны же задор и бодрость. И затягиваю песню. Какую? На ваше усмотрение, я ваш репертуар, не знаю. Тогда проигрыш давайте. Вот она, вот она, только что сработана. Барыня, 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 сударыня. Повторяйте. Барыня, 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 сударыня. На рахмановском труду, паша, барыня, в кругу, а как по кругу пошла, прибежала полсела. Приходите на Масленицу 1 марта, будет интересно. Спасибо вам за отличное настроение, спасибо вам за внимание, приходите на Масленицу. Все подробности, куда, когда, во сколько и какая будет программа, вы узнаете прямо сейчас. Ну а мы прощаемся с Андреем Саламатовым. Доброго вам здоровья, хорошего настроения и дарите радость, которая идет от вас всем окружающим. Спасибо еще раз. Спасибо. Продолжаем нашу программу. И в нашей студии появляется заместитель директора агентства по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта Наталья Харитонова. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой будет Масленица в этом году? И останется ли площадь Куйбышева главным местом празднования в нашем городе? Здравствуйте. Конечно, площадь Куйбышева традиционно останется центральным местом празднования. И сейчас уже ведутся огромные строительные работы, застраивается площадь. Установлена маслена девятиметровая. Также у нас продолжит работу усадьба Самарского Деда Мороза, которая будет работать не только 1 марта, но и 28, 29 февраля и 1 марта. И традиционно мы там встречаем весну в усадьбе Деда Мороза. Что касается площади Куйбышева, то, конечно, в этом году традиционно эти гуляния масленичные будут массовыми. Ну, а как же по-другому и не может быть, да? И вот эта традиция, которая всегда есть, сжигание чучела, да? В какое-то время, последние несколько лет от нее отказались. Андрей, вот можете рассказать о первопричине, вот почему сжигали вот эту масленицу? И почему, в принципе, сейчас от этой традиции отказываются? Я отмечу вашу фразу, почему сжигали масленицу? Это ошибочное мнение. Чучело, да? Да, да, да. Чучело масленицы не делали, делали чучело марены. Это зимы. Всегда сжигали зиму и давали время масленице весне. То есть это проводы. Мы провожаем зиму, сжигая ее, и даем жизни вот первоцветом весенним. Потому что уже все деревья уже на 5-10 сантиметров уже выросли. Я изучала этот вопрос. Я думаю, что празднование масленицы будет таким же грандиозным, как и новогоднее, потому что это действительно очень масштабное массовое гуляние проходит. Кто организует все это? Организует все эти замечательные массовые праздники, которые являются социально значимыми для города, конечно, администрации городского округа Самара. И гуляния, так называемые праздники, все будут проходить не только на площади Куйбышева, но и в других районах. И сейчас уже сформировано более 150 мероприятий, которые пройдут по всему городу. Но что касается площади Куйбышева, гуляния будут, конечно же, грандиозными. Установятся две сцены. Центральная, на которой будут выступать лучшие профессиональные коллективы города, области. Есть вероятность, что приедут еще специальные гости, но пусть это останется сюрпризом. Будет небольшая, малая сцена, для которой готовит концертную программу Департамент культуры и образования. Кроме того, на площади будет установлен ряд локаций, на которых будет происходить всевозможные активити, музыкальные и игровые, и спортивные. И одно из них, конечно, вот у нас Андрей Блинарь будет представлять со своим блинным шоу. Вы же были в прошлом году первый раз в Самаре, Андрей, да? Я на праздновании был первый раз и почтил за честь еще раз выступить со своим шоу в этом году. Ну, такой вопрос. Эти блины можно будет бесплатно попробовать или нет? Дело в том, что у нас есть условия, небольшие условия. Нам хватило всем, кто пришел, и все претенденты на кусочек блина, мы сделаем небольшую программу. Первые будут получать люди, знающие частушки или песни, или умеющие играть на каких-то шумовых инструментах. Для этого меня поставили на сцену, чтобы проверять самых веселых, задорных, бодрых людей, поедателей блинов. И вот за это... И за это... Блин. И вот к вопросу о бесплатных блинах. И специально для этого дня будет изготовлена целая тонна блинов. Да. 10 тысяч блинов, которые в этот день будут раздаваться всем гостям праздника вместе с горячим чаем. Андрей, скажите, пожалуйста, сегодня вторник, и какой это день масленичной недели, на что нужно обратить внимание? Может быть, есть какие-то традиции и вторые смыслы, на которые тоже нужно обратить внимание? Сегодня тоже очень интересный и значимый день в этой всей неделе. У нас есть и тещины посиделки, но сегодня именно день флирта, взаимоотношений между девицами и парнями. Если вас пригласила девушка на блины, значит, она к вам питает какие-то чувства. Вот эти заклички, так сказать, замануха такая блинами, она должна доходить до самого сердца. Заигрыши, по-моему, называете, да? Заигрыши, именно. Да, сегодня как раз такая метель целый день, как хорошо прийти домой. Где самовар, блины, и действительно может что-то и сложиться, тем более, что этот день к этому располагается. Наталья Николаевна, на что вы еще хотите обратить внимание, чем порадуете горожан? Вы сказали, что не только на площади Куевшева, а какие еще другие точки будут празднования, тоже таких массовых гуляний? Ну, в районах будут организованы более 150 мероприятий, которые будут проходить не только в скверах, но и около школ, около социально значимых объектах и на других площадках. Это тоже департамент культуры организует, да? Администрация городского округа Самары совместно, естественно, с департаментом. Да, и уже во дворах, вот в частности в моем дворе, начало масленичной недели праздновали, что тоже оживляет обстановку, соседи знакомятся друг с другом поближе, и дети играют. То есть вот это такая традиция действительно народная. Сплочающая, объединяющая, незнакомца. Да, Андрей, вот как, на ваш взгляд, вот эти традиции, они как-то вот искореняются, уходят, или к ним возрождается интерес со временем? Я вам так скажу, сейчас вот все народное в тренде, таким адаптированным к нашему времени языком скажу. Очень много людей шьют одежду, изучают традиции, изучают игры, изучают песни, перестают смотреть телевизор и слушать радио, собираются, образовываются в клубы, называются эти клубы ватагами, и такая ватага как раз будет у нас на масленице. Я немножко забегу вперед. Как раз такой коллектив, вышедший из любительского коллектива, который стал достаточно серьезным, интересным и адекватным в плане того, что они руками делают, они реализовывают свой товар на народных таких промыслах. Это очень интересные люди, и самое главное, что они под каждый свой товар говорят все в стихотворной форме, как это было издревле. 19-18 век ярмарка, эти все традиции вернулись к нам обратно, потому что это повышает уровень продаж, можно сказать. Да, вот раз вы про продажу заговорили, я хочу, Наталья Николаевна, спросить у вас, а можно кому-то свои поделки какие-то, может быть, в народном таком стиле тоже выставить? На площади, да, вот такая ярмарочная будет предусмотрена торговля? Да, конечно, традиционно будет работать ярмарка мастеров, это порядка 70 палаток, установленных на площади, приедут мастера из области практически всех городов, это более 140 человек, и среди них есть и пенсионеры, и социальные... Да, ну такие самые популярные фигурки, это, наверное, масленые, я знаю традицию, что нужно их вот по истечении года до следующей масленицы... Хранить. Да, как-то или сжигать, или, в общем, от них избавляться. Просто я ее услышала, мне лет пять лежало, вот такая масленая, потом я узнала, что, оказывается, по истечении года, вот видите, мы многого и не знаем. Вот такие маслены как раз будут изготавливаться на мастер-классах, которые тоже будут представлены на площади Куйбышева. Как творчество, творческая такая составляющая? Это будут именно народные гуляния, народные песни, танцы, да, вот в этом стиле же. Вообще стилизация этого праздника, она какая-то? Конечно, масленица традиционно народный праздник, и, естественно, это будет проводиться именно следуя традициям народным. Но, кроме того, естественно, на масленицу это же праздник жизни, и будет удальства молодости. И, конечно же, это не обойдется без спортивных, всевозможных состязаний, соревнований, забав. Начинает битва подушками, гири, и, естественно, любимый всеми масленичный столб с призами. Да, вот именно про него я вспомнила. И каждый год находятся ведь желающие залезть, и вот что значит, да, вот удаль такая вот молодецкая, которую хотят продемонстрировать. Порой бывало, что желающих, извините, больше, чем призов. И когда призы заканчивались, желающие просто демонстрировали свою удаль, и надо отдать должное, что это действительно молодцы, молодцы. Я предлагаю смазать в этом году столб жиром, чтобы немножко... Или сыром с плесенью. Можно и сыром с плесенью, но чтобы это было по традиции, да. Андрею не запаслись подарком. Такие традиции именно с... Именно жиром, потому что обхватить столб несложно. Представляете, урок физкультуры, вы лезете по канату, спускаетесь так несколько раз. Но если вы смазываете его жиром или маслом, то вам нужно каким-то спецназовцем быть. Да, да, проблематично. Сверхчеловеком на маслице, да. Понятно. Ну, самая, конечно, большая, самая яркая, вкусная традиция – это блины, выпекать блины. И каждый день, наверное, блины могут быть разные. Раз мы говорим про тещины блины, да. Конечно. Заигрыши – это тоже девушки, наверное, какие-то. Хочу у Натальи Николаевны спросить. Вы печете блины? Конечно, конечно. Получаются с дырочками тонкие? Получаются, получается, и разные. И более того, на площади будет представлена масса всевозможных точек питания, где будут печься эти блины, как традиционные, так и экзотические. Ну и плюс Андрей, конечно, покажет свое мастерство. Если говорить о конкурсах, такой соревновательный момент, который всегда приветствуется на таких празднованиях, есть уже объявленные конкурсы, которые, может быть, будут уже итоги подводиться на самой Масленице, на празднование? Да, конечно. И впервые совместно с Управлением информации и аналитики сейчас проводится конкурс «Самарская маслена. Гости, дорогая». На данный момент уже было подано порядка двух десятков заявок, которые рассматриваются. Завтра этот конкурс продолжается, это будет финальный день. А первого марта на площади Куйбышева предстанут лучшие маслены конкурсантов, и жюри выберет лучших по своим номинациям и получит ценные призы. Андрей, повторите, пожалуйста, ваши условия для того, чтобы получить блин и узнать рецепт секретный. И пригласите горожан на праздник. Вот ваша камера. Все желающие покушать блинов на Масленице 1 марта, воскресенье, приходите на мою блинную точку. У меня будет распечатка моего универсального на все случаи жизни рецепта суперпростого. Кроме того, с этим рецептом вы можете домашних условий изготовить эти блины без молока, яиц и сахара. Объясню, как и что. И рядом будет второй листочек с рецептом кваса, который тоже в простых кустарных домашних условиях можете приготовить из всего, что пожелаете. Ну что ж, спасибо большое. Думаю, что главное – это настроение. И настроение должно быть хорошим, потому что Масленица – это приход весны, прощание с зимой. Хотя в этом году зима, надо сказать, такая теплая и необычная, даже теплая, что тоже, наверное, о чем-то говорит. Это уже тема другой программы. Спасибо за участие. Всего хорошего, веселого праздника. И всех приглашаем на площадь Куйбышева и в другие места, где будет отмечаться такой приятный, красивый и вкусный праздник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!